Интересно, кто же победит? Ержан или Ержан? Алло? Мне только что передали, что Астан... А Нур-Султан теперь называется Ержан. Эх, опять. Егор Крид все-таки наконец-то покинул Блэк Стар. Блэк Стар? Театр. Театр. Ну что ж, люди могут наконец-то ликовать. Потому что финал проекта «Голос» дети решили переснять. Ну как переснять? Они решили сделать спецвыпуск. Некий специальный концерт, в котором приняли участие все участники этого сезона. За исключением Микелы. Потому что бедную девочку так в интернете затравили, что естественно она решила не принимать в этом участие. Потому что ее бы затравили с двойной силой. Окей, мы разобрались в двух вещах. Хорошо, когда у тебя мама лсу, ты всегда и везде побеждаешь. И вторая вещь. Если вы хотите накрутить голоса, то не надо покупать кучу похожих номеров, потому что вас спалят. Если честно, девочку на самом деле жалко. Потому что неважно, есть у нее таланты, нет у нее таланта. Ей не дали шанса нормально поучаствовать в конкурсе. Занять свое положенное место без кучи непонятных голосов. Такое ощущение, что кто-то взял и собрал просто кучу сотрудников, которые начали беспощадно отправлять смс за Микел. Это как в Чарли из шоколадной фабрики, где богатый отец заставил своих сотрудниц разворачивать шоколадки в поисках золотого билета. Спецвыпуск начался с того, что Нагиев сказал, что обстоятельства... Будут же ли встретиться всех вновь. Но не будем долго говорить, команда Пелагеев. Действительно, говорить же совершенно не о чем. Совершенно не о чем говорить. Ну ладно, с Микелой все понятно. Она не пришла, потому что она боялась шквала гнева. Точнее, ее родители боялись. И, скорее всего, не пустили по этой причине ее на шоу. Такие смешные. Сначала накрутили голоса, а потом такие... А знаете, что интересно, что телепроект «Голос дети» — это телепроект, который призван дарить только позитивный опыт каждому из участников. Каждый участник становится членом большой семьи. А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными и начинают дружно голосовать за Микелу. Это настолько сплоченная семья, что ни один из наставников не приехал на спецвыпуск. Короче, все наставники решили забить на детей и не приехали на спецвыпуск. Шучу, дуры артистов составляются еще задолго-задолго до финала. Но по какой-то неведомой причине шквал негатива посыпался на наставников. Типа, почему вы не приехали? Почему вы не приехали поддержать своих детей? Бедной Лободе написали «Отказалась поддержать Микелу, которую же сама продвигала». Как только девочку ее богатых родителей затравили, она тут же отвернулась. Типа, чтобы репутацию не испортить. Но хуже уже все равно некуда. Как это мерзко! Сразу видно все ее отношение к подопечной. Вы серьезно? Нет, серьезно? Туры больших артистов готовятся очень задолгое время. А знаете, куда поехала Лобода выступать? К Казахстан. Она что, поддерживает Ержана? Я не удивлюсь, если появятся такие комментарии. Алло? Ну, Султан, теперь Ержан. Тут еще в новости написано, типа... Кстати, Лобода 40 минут назад, на момент написания новости, опубликовала новый пост в Инстаграм. Она выложила селфи, где моргает в камеру. Поверх наложена маска-фильтр в виде леопарда. Да как она посмела! Там дети переживают, готовятся к финалу. Микела, затравленная всеми, наверное, тоже боится. А это выкладывает селфачи. Ну, не стыдно! Ха-ха! Как можно так думать? Такое ощущение, что этот комментарий писала та самая противная бабка из третьего подъезда. Как это выкладывает селфачи? Ха! Ну, не стыдно! Ух-ху-ху! Ужас какой-то! Ладно, в общем, вы поняли. Все наставники не смогли участвовать в шоу. Они записали видео. Типа, дети, мы с вами! Вы молодцы! Но на шоу у нас нет. Селфачи, наверное, снимают! Селфачи! Ну, а что же Ержан? Ержан, Ержан молодец! Ержан исполнил сложнейшую песню Лары Фабиан. Кажется. Да, не-не, это точно. Кстати говоря, он единственный, кто исполнил песню на иностранном языке. Типа, вот он, вот он, смотрите, это победитель, которого вы заслуживаете. Вы так хотели, чтобы победил Ержан. Так посмотрите, посмотрите, как камера вертится вокруг Ержана. Они сделали просто грандиознейший номер из-за того, что они могли, конечно, сделать. Камера крутится, вертится, песня эпичная. Ержан молодец! Люди стоят, аплодируют, плачут. Ержан, кстати, очень здорово простибал первый канал. Ну, конечно же, наверное, это не он придумал эту грандиозную шутку, но тем не менее. Суть в том, что он рекламировал то ли жилой комплекс, то ли дом, что-то в этом роде. И он сказал такую фразу. Можно ли купить квартиру на первом? К сожалению, на первом все уже продано. Есть на втором. Эх, опять. Я просто орала, когда увидела эту рекламу. Степ защитен. Эх, опять. 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 В общем, спецвыпуск закончился тем, что выходит на сцену Константин Эрнст. Опять. Который говорит трогательную речь о том, что, о боже, все оказались обманутыми. Мы тоже оказались обманутыми. Как такое могло произойти? Ну, ладно, главное же дети. В общем, еще какое-то время он говорил о детях, что дети это класс, супер. Он сказал, что они обсуждали просто кучу разных вариантов, что же сделать, что же сделать, кого выбрать победителем, проводить ли еще одно голосование или не проводить голосование. Но в итоге они решили забить и просто назвать победителя. Победителем становится Ержан Максим. Это Казахстан. Вы заметили, что Казахстан стал побеждать все время? Кстати говоря, я тоже из Казахстана. По мне, я не скажу, что... Все аплодируют, радуются, потому что вот он, вот он, тот самый победитель. Да, мы голосовали за тебя. Да, 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 да. Мы топили за тебя в интернете. Ты должен был победить. Ержан Максим, ты классный чувак. И тут Эрнст говорит, победителем проекта становится и называет другое имя. И так еще кучу раз. Победителями стали все дети. Всем детям раздали по награде. Константин Эрнст выступил просто в качестве Деда Мороза, который раздал всем по подарку в конце утренника. Типа, чтобы никого не обидеть. Мир во всем мире. Салфачи, это зло. Нет, ну реально, решили раздать всем по награде. Потом уже можно было, в принципе, выключать бы, но не тут-то было. Все дети, все дети получили по миллион рублей. Точнее, детям подарили карты. Если бы я в детстве получила вместо куклы карту, я бы сказала, это что вообще? Но я надеюсь, что родители правильно смогут распорядиться призом. Эх, опять. Потом вышел главный директор Universal Russia, разрешил всем детям записать свой первый сингл у них. Также Эрнст сказал пару слов о Микеле, что типа она все так же является членом их семьи и надо на нее, короче, гнать. Девочка ни в чем не виновата. Он недвусмысленно давал понять о том, что девочка ни в чем не виновата. Потому что девочка ни в чем не виновата. Она не голосовала сама за себя. Егор Крид все-таки наконец-то покинул Black Star. Почему все-таки наконец-то? Потому что эта тема начала обусоливаться уже достаточно давно. Все были в курсе, что у них заканчивался с Black Star контракт. И стоял вопрос о том, будут ли они продлевать его или нет. Станет ли Егор Крид Егором Булаткиным или же все-таки останется Кридом? Как сказал Тимоти, разошлись они полюбовно. С Егором мы разошлись полюбовно, подписали конфиденциальное соглашение о нашем расходе. Сегодняшним днем Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом. И Black Star не собирается продолжать контракт с Егором Кридом, так же как и Егор Крид вместе с Black Star. Открой его. Хозяин подарил Добби одежду и теперь Добби свободен. Поэтому мы разошлись полюбовно, мирно, тихо. Егор Крид свободный агент, занимается своими делами, Black Star занимается своими делами. Всем спасибо. Тем временем, Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за неуплату налогов. Стоило только уйти от Тимоти. Зато Егору Криду оставили псевдоним Егор Крид. Ну а что ты хотела, Кристина, вы не полюбовно разошлись. Получится ли у Егора Крида без такой мощной поддержки Black Star прорваться вперед? Мощный! Сочный, мощный. Я вообще обожаю Тимоти как бизнесмена. В голове Тимоти сейчас созрела Black Star театр. Недавно у Тимоти и на зимы вышел клип «Нельзя». И теперь в планах у Тимоти снять фильм. Дорогие друзья, я очень рад, что вам понравилась наша совместная с Назимой работа «Нельзя». Не хочу ли я снять полнометражный художественный фильм? Я очень хочу и сто процентов это сделаю. Скоро будет Black Star 100 грамм, Black Star Tube. Мощный! Сочный, мощный. Пишите свое мнение в комментариях. По поводу голоса дети тоже напишите. Ожидали ли вы такой исход? Или вы хотели, чтобы победитель был один? Один! С вами была Джейн Кравиц. Пока! Ну вот и все. Видео подошло к концу. Ну ладно, я не буду тянуть время. Я хотела на самом деле спросить вас о том, какие видео вы хотели бы, чтобы я для вас сняла. Нет, не подумайте, у меня не какой-нибудь там творческий кризис. Просто я думаю, какое видео выпустить первым из тех, что я заблокировала. Ну и вообще, социальный вопрос, все дела, это все очень полезно и круто. Так что я буду очень рада, если вы напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я для вас сняла. А может быть, я уже это сняла? Угу. Как вы думаете? И вообще, не забывайте подписываться на мой канал. А то я все смотрю, что вы смотрите мое видео, но как-то забывайте подписаться. Угу. И я слежу за тобой. И я слежу за тобой. И я слежу за тобой.